В эфире программа «Территория гласности» в студии Ксения Туркова. И я приветствую здесь журналиста Евгения Киселева. Добрый день. Здравствуйте. Ну, я думаю, поговорим прежде всего о том событии, которое произошло вчера, и которое много где уже обсуждалось, это визит, который нанес Михаил Касьянов в хамомнический суд, и его выступление, и его заявление, которое, мне кажется, важным. Конечно же, если бы суд был настоящий, если бы действительно был прозрачный соревновательный процесс с незапрограммированным исходом, то я уверен, это был бы главный свидетель защиты. Все-таки премьер-министр правительства именно в те годы, когда произошли якобы преступные деяния, которые вменяются прокуратурой в вину Ходорковскому и Лебедеву, который абсолютно четко, уверенно заявляет о том, что никакого хищения нефти не могло произойти, ничего сверхъестественного не происходило в принципе, что компания ЮКОС была под тщательным контролем различных правительственных инстанций, различных органов исполнительной власти. Я правильно понимаю, что Касьянов вчера изложил фактически то, что он изложил в вашей с ним книге? В принципе, в книге, которую мы с ним издали прошлой осенью, он достаточно подробно рассказывал и о том, как велась работа по реформированию налогового законодательства. Он подметил одну существенную деталь, что эти переговоры правительство вело с многими нефтяными компаниями, но Ходорковский в процессе этих переговоров невольно оказался лидером отрасли. То есть вот он выступал не только от имени ЮКОСа, но и по сути дела как вот такой вот неформальный лидер мощной нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей отрасли российской экономики, что очевидно добавило еще дополнительной напряженности в его отношении с властью. То есть власть увидела в нем потенциального лидера. Вот сегодня он лидер отрасли, а завтра, глядишь, он конвертирует вот это вот лидерство в своей части бизнес-сообщества уже в какое-то политическое качество. И это, безусловно, было одной из составляющих причин возникновения дела ЮКОСа и личного дела Ходорковского. Хочу сказать, что выступление Касьянова, боюсь, при всей его политической важности, при всем том резонансе, который это выступление со свидетельскими показаниями вызвало в российской и зарубежной прессе, вполне вероятно, в сценарии процесса, который пишется не в зале суда и не в совещательной комнате, а где-то еще, ничего не меняет. Потому что в конечном счете, я абсолютно убежден, будет вынесено политическое решение. Нет ли ощущения, что поэтому он так и затягивается, что они как-то там, кто-то там наверху что-то перетягивает, никак не могут решить до конца, в какую сторону весы качают? Вы понимаете, ведь это же история про казнить нельзя помиловать, в запятую не могут поставить ни там, ни здесь. Потому что политически ни то, ни другое решение не проходит. Совершенно очевидно, что сейчас еще один обвинительный приговор Ходорковскому и Лебедеву был бы очень существенным таким репутационным ударом по имиджу России. Особенно после того, как столько было уже высказываний и здесь у нас, и за границей. Из уст весьма уважаемых деятелей политики, экономики, искусства, литературы. Сабина Ллойд-Хойзен-Шнаренбергер, которая была когда-то специальным докладчиком по СЕ, по ЮКОСу, по делу Ходорковского, которая в то время была, когда я наготовил этот доклад всего лишь депутатом от оппозиционной партии, сейчас стала министром юстиции Германии. Понимаете, когда у нас имеется целый министр юстиции Германии, который уже сформулировал свое достаточно однозначное отношение к этому делу. Немножко иная ситуация, если сравнивать, скажем, с 2004-2005 годом. Ну и вообще, мне кажется, маякник общественных настроений качнулся. Что касается дела Ходорковского, совершенно в другую сторону. Посмотрите, какое количество уважаемых людей, безусловно, есть лидеры общественного мнения, которые во времена первого процесса по делу Ходорковского, в общем, выражая человеческую симпатию, и выражая непонимание того, как проходит первый процесс, достаточно критически высказываясь в адрес власти, все-таки вот такой вот открытой, прямой поддержки Михаилу Борисовичу не высказывали. А сейчас, смотрите, вот в любой день придите на процесс, там всегда кто-нибудь сидит. С другой стороны, понятно, что решение, там, изменить меру пресечения принимается, опять-таки, судьей с оглядкой на какие-то высокие сферы. Я думаю, что это все может, если вот так вот будет ни шатка, ни валка тянуться процесс, глядишь, мы дождемся следующего года, да, ведь у Лебедева срок содержания под стражей заканчивается, вот срок его тюремного заключения заканчивается в июне следующего года, ему осталось чуть больше года, Ходорковскому там год и несколько месяцев у него в октябре срок заканчивается. При этом понятно, что можно затянуть процесс и до октября, и там вот посмотрим, что будет. Ну, я понимаю, смотрите, вот это часть некоего сценария, я опять-таки не хочу никого расстраивать, я понимаю, как, наверное, мечтают родные, близкие, друзья, все сочувствующие Михаилу Борисовичу, чтобы этот процесс закончился в его пользу, но я боюсь, что как раз разыгрывается несколько другой сценарий. Сценарий, который предусматривает обвинительный приговор, но при этом очень длительное, тщательное разбирательство, которое по формальным признакам проведено почти безукоризненно. Как вы думаете, им важно видеть, что на заседание приходят люди, как простые, так и какие-то известные, вот которых в частности? Ну, разумеется, конечно, для них это моральная поддержка, и видно, что как только они видят в зале какое-то новое знакомое лицо, кого-то из своих друзей, знакомых, бизнес-партнеров, людей, с которыми они контактировали в правительстве, общественных организаций, где угодно, которых они даже знают заочно. Конечно, видно, как они улыбаются, машут, приветствуют. Ясно, что для них это чрезвычайно важно. Я там встретила одну женщину, ну, просто простую женщину, которая принесла подарки на Новый год, это было еще зимой, и она сказала, я живу вообще на другом конце города, но я так, как подумаю, вот они придут и никого не увидят, поэтому я встаю и утром сюда еду. Вот меня это тогда очень тронуло. Если бы сейчас, ну, допустим, сегодня вы здесь ввели программу «Итоги», вы что бы в конце сказали зрителям? Я всегда прощался до следующей встречи в эфире. Один раз в жизни только случилось так, что следующая встреча не произошла, когда программа перестала выходить. Ну, есть обстоятельства, которые сильнее нас. Спасибо вам большое за этот разговор. До следующей встречи в эфире. Это была программа «Территория гласности». Ее ввела Ксения Туркова. У нас в гостях был журналист Евгений Киселев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова